Дорогие девушки, сейчас обращаюсь именно к вам. Давайте подсаживайтесь поближе, потому что дальше очень интересная и полезная информация. Оказывается, 80% женщин носят неправильно подобранное нижнее белье. Почему так происходит и как исправить эту ситуацию, узнаем у наших гостей, бельевого стилистра, брофитера Евгении Тарасовой. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, говорят, может быть, это страшный миф, но есть ощущение, что все-таки правда, что неправильно подобранное белье может стать причиной даже заболеваний. Головная боль может начаться или остеохондроз. Это правда вообще? Звучит очень страшно, если честно. Я пока в шоке в любом случае. Случай внимательнее. Абсолютная правда, потому что бюстгальтер мы подбираем, ну, как придется на самом деле. А именно в студии брофитинга вам подберут бюстгальтер по вашему размеру, с учетом ваших индивидуальных особенностей. Бывает грудь большая, а грудная клетка маленькая. Или наоборот, да? Бывает средний размер. Но в любом случае конструкция бюстгальтера предполагает пояс и бретель. И вот как раз проблема в том, что когда девушка неправильно подбирает себе бюстгальтер, бретель передавливает плечо. Отсюда головные боли, а не менее рук. Да, и вот как раз вот эти проблемы все вот из-за неправильно подобранного бюстгальтера. А можно чуть-чуть откатить назад и вообще рассказать, что такое брофитер? Да, конечно. Брофитинг – это правильный подбор бюстгальтера. Бро-бюстгальтер – фитинг-посадка. Вот как раз брофитер занимается правильным подбором и посадкой бюстгальтера. Женщина… Для женщины очень важная деталь бюстгальтер. Не только для красоты, скажем так. Только для эстетики. Для эстетики, чтобы правильно выточка легла на платье, да? Ну и, конечно же, это наше здоровье. Вот в начале программы вы сказали, что 80% женщин носят неправильный бюстгальтер, не свой размер бюстгальтера. На самом деле это очень-очень неприятно. Я работаю сама в примерочных и знаю, что ко мне приходят женщины с абсолютно неправильным бюстгальтером. Там, где косточка ложится прямо на молочную железу. Да, и от этого бывают синяки, ссадины и прочее. Поэтому 90% того, как выглядит женщина и как она себя чувствует, это бюстгальтер. Ну, конечно, безусловно, что-то если давит, то уже не такой счастливый, раскрываю тебе, Илья, секреты. Если голоса у девушки грустные, то может быть вся причина в бюстгальтере. Вся причина в косточке. А еще, да, вы знаете, закон аброфитинга вверх и вперед. То есть мы должны максимально бюстгальтером поднять грудь и вытолкнуть ее вперед. То есть она не должна у нас лежать на животе, да? Не хотелось бы согласиться с вами. Не хотелось бы, потому что когда грудь хорошо, высоко поднята, правильно уложена и правильно смотрится, это минус 10 лет и минус 10 килограммов. Это по секрету. Это по секрету, запомни. Да. Ты моя тишина. Почему 80 процентов, почему вообще девушкам так сложно выбрать самостоятельно и почему нужно обращаться к специалисту? В чем основные сложности и ошибки? Я расскажу. Дело в том, что в масс-маркете, в магазинах белья у нас 16 размеров. Чашка А, Б, Ц, Д. И от 75-го, ну, допустим, до 95-го пояса. В магазине, в студии бра-фитинга 160 размеров. От 60-го пояса до 115-го. От чашки А до чашки С. Вау. Да. То есть больше вариаций и больше возможностей подобрать то, что как раз подходит, удобно. И там же много всевозможных нюансов, которые ты так сразу и не узнаешь. Да я только недавно погрузился в Дэны, а вы мне тут сейчас. А, С. Я просто наблюдал со стороны, как, действительно, вы правы, в масс-маркете берут и прямо на одежду и на нас прикладывают. Ну, как бы, вроде все. Ну, вроде. Вроде хорошо. Какие самые частые ошибки, все-таки, которые совершают девушки, женщины, которые приходят в магазин, выбрать себе этот важный элемент гардероба? Самые две большие ошибки. Это девочки выбирают очень большой пояс по обхвату и очень маленькую чашку. Есть тут, видимо, какие-то подводные камни, что-то куда-то, видимо, пытаются приподнять или что-то... Да, начинают приподнимать, когда начинают грудь приподнимать, используют для этого бретель. Вот как раз бретель-то и передавливает. А пояс начинает на спине подниматься вверх, такой дугой как бы. Да, да, да. Да, это вот как раз вот неправильно. Неправильно. Вообще, наука брофитинг, она тоже предполагает свою конструкцию и так далее, да? То есть пять контрольных точек мы отслеживаем. Когда девочка к нам пришла на брофитинг, мы ее научим, как подбирать себе бюстгальтер, как за ним ухаживать, как правильно надеть бюстгальтер. Это же тоже наука, скажем так. Ну вот вы пришли к нам не с пустыми руками, с такой красотой. Да. А можете ли в нашем эфире раскрыть, ну, хотя бы один маленький секретик, чтобы наши телезрители стали тоже мудрее и пересмотрели свою жизненную позицию в этом вопросе? Девушки, все, внимание к экрану. Возможно, пересмотрели свой бельевой гардероб. Мы все очень разные, и когда я говорила, что разный объем, вот видите, это объем, это такая грудная клетка у девочки. Она очень маленькая, но при этом у нее очень большая грудь. Тяжелая, значит. Тяжелая грудь. И она ее должна держать совсем не бретелями, как мы привыкли, а тугим поясом. М-м, да. Еще один момент очень важный, замечу, это спорт-бра. Ведь когда мы идем, двигаемся и тем более занимаемся спортом, наша грудь растягивается в два раза быстрее. Почему? Нашу грудь держат куперовые связки, ее невозможно подкачать. Там нет мышц. И поэтому самое важное для девушки, это поддержка груди вот с самого-самого момента, когда грудь начала расти. И не случайно в Англии профессия брофитер, к брофитеру приводят мамы своих дочерей. И, кстати, в Англии у королевы Елизаветы был свой брофитер. Ну, звучит очень даже солидно. По-королевски. Да, по-королевски, да. Хотите быть королевой, обращайтесь к такому специалисту. Да, и видите, когда занимаемся спортом, куперовые связки растягиваются в два раза быстрее. Поэтому изобрели такой спорт-бра, в котором можно заниматься спортом, и грудь не будет растягиваться. Потому что спорт-бра сокращает колебания груди на 85%. И когда вы бежите по беговой дорожке или в парке, ваша грудь больше вот так вот не раскачивается. И куперовые связки так не растягиваются. Это важно. Это важно. Да я понял. Я вижу просто, что ты впитываешь максимальную информацию. Ну, да. Делаете правильно. Но действительно, нас этому нигде не учили. Неважно, мужчина или женщина. А вы говорите такие вещи, которые очень связаны не просто действительно с эстетикой, а со здоровьем в первую очередь. Как должна себя ощущать девушка, когда у нее идеально подобран бюстгальтер? Что она в этот момент чувствует или не чувствует? Ну, во-первых, грудь поднята. Выточка лежит правильно на груди. Прости, что есть выточка? Я не уже слышу. Да, это то, что указывает на... Вот знаете, здесь такая вот выточка есть на платье. Да. И вот обычно девочки приходят, выточка вот здесь, а грудь вот здесь. Все, теперь я понял. А вот выточка и грудь, они должны... Совпадать. Совпадать. Да, кроме этого, девочка не боится быстро идти, подпрыгнуть или ехать в машине и по кочкам. Это нормально, то есть грудь не будет болтыхаться у вас. И, конечно же, она чувствует большой-большой комфорт, потому что она перестала носить грудь плечами. Да? Она не сгибается больше? Она распрямляется, и весь вес груди у нее переходит на спину. Ну и, наверное, ничего никуда не давит, как рассказали. И расправляет плечи, осанка, понимаете, осанка. В общем, плюсов от брофитинга очень много. Где в Екатеринбурге приобрести правильный бюстгальтер, мы расскажем вам прямо сейчас. Студия брофитинга «Бюстамагия» располагается на проспекте Ленина, 10. Спасибо огромное. Очень огромное количество полезной информации я для себя услышал. И, джентльмены, ни в коем случае не стесняйтесь этого. У нас в гостях была основатель бренда «Бюстамагия» Евгения Тарасова. Ну а прямо по курсу сейчас будет реклама. Никуда не переключайтесь.